Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон. И сегодня самые острые, самые горячие сплетни новости за последние 24 часа. Поговорим про личные терки со мной Ольги Орловой. Орлова хочет вызвать меня в суд за очернение репутации. Разберемся в этом. Поговорим про Блёданс. Страшное сплетня, которое просто меня шокировало. И я, может быть, впервые хочу, чтобы это сплетня не оказалось правдой. Поговорим про сына Дмитрия Нагиева. А у него, скорее всего, сейчас будет реальный срок и посадка в тюрьму за дискредитацию войск Российской Федерации. Поговорим про полнейший провал Милыша Биковича. Стыд. А ведь могут быть в Голливуде. Ревят, сегодня просто суперинтересные сплетни новости. Поэтому схватили то, что вы там пьете, нам будет что сегодня обсудить. Дорогие мои сплетники, здесь у нас появился очень интересный ответ от плакальщицы, прости господи, всей Российской Федерации Ольги Орловой. Я напомню, вот в этом видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть, мы рассуждали очень много, основываясь на информации, полученной от пташек. Здесь никто ничего не выдумывает, просто так никто ничего не врет. Здесь у нас канал сплетен, это критично, где в течение 7 лет, ежедневно, 6, мы выпускаем сплетни новости. И я вам скажу так, в 99% мы всегда в точку, в 99% мы всегда в яблочко. И вот так вот намерена ложь, чтобы очернить человека, да в жизни такого не было. Ольга Орлова публикует следующие сторис у себя в Инстаграме. Как человек толерантный, я допускаю, что способы заработка бывают разные. Да, Оля, способы заработка бывают очень разные, и не умею тебе об этом говорить. В том числе с использованием моего имени. Сбитая летчица Ольга Орлова, имя, которое продвигает мою карьеру. Ладно, милая моя, потешь себе это ерунду, это очень забавно слышать, как 100 лет в обед никому не намотавшаяся Ольга Орлова вспоминает собственное имя и искренне верит, что ее имени можно хоть что-то поднять. Но когда ситуация уже переходит в разряд, дай палец, я откушу тебе руку, а по-моему уже и ногу пора дать отпор. На протяжении длительного времени я и мои коллеги наблюдаем, как про нас очиняют нелепые небылицы и распространяют эту информацию на канале Антон С. Но последняя новость про меня, это и стволовые клетки, это уже лютый перебор. Хотя в целом, как и все остальное, на этом канале нет ни слова правды. Да ладно, тебя в суд затащить сейчас за откровенное вранье? На моем канале Орлова нет ни одного слова лжи, и ты это отлично знаешь. Но надо же дискредитировать полностью наше комьюнити сплетников как источник информации. На этом канале нет ни слова правды ни про меня, ни про тех людей, с которыми я близко знакома, поэтому мне кажется, пора решать вопрос с распространением этой информации в правовом поле. Давай. Помните, мы говорили Бородина? Она тогда отказалась, дорогие мои, без шуток, не прорекламировать, а светить ситуацию, когда маленького пацана обнаружили рак. И у нее попросили, пожалуйста, опубликуй информацию о болезни этого маленького мальчика, потому что нам нужен сбор, сбор на лечение от рака. Она тогда сказала, миллион рублей, без шуток. И когда мы это осветили, она сказала, что она подаст на меня в суд, потому что я солгал, она такого никогда не говорила. Я вам скажу больше, пташка, которая принесла мне ту информацию про Бородину, это был тот самый фонд, который собирал деньги на лечение от того ребенка. И эти угрозы надо решать в правовом поле. Давай решим в правовом поле. Давай решим в правовом поле. Потому что, знаете, слова кидать в сторис, в инстаграмчике, в запрещенной в вашем болоте социальной сети, это может каждый. Знаю, это будет нелегко, так как по предварительной информации Антон Суорки не является гражданином РФ и проживает в Европе, что прибавляет ему несусветной храбрости издавать звуки из-за бугра. Антош, ты уж не потеряй лицо перед своей аудиторией. Приезжай и достойно отстаивай свою позицию в суде. А ты мне кто отстаивает свою позицию в суде? Я озвучил информацию про тебя. Если по твоим словам это была ложь, а информация была о том, что ее мужик, это плакальщица всеяруси, сама занималась лечением этими самыми стволовыми клетками, у ее мужика была не то клиника, не то что-то. Я уже сейчас просто забыл, можете пересмотреть то самое видео, ссылка на него будет в описании к этому ролику. Поэтому приезжай сюда и давай разберемся в правовом поле. Ну давай разберемся в правовом поле. У меня с тобой вопросов нет, я озвучил твою свою правду про тебя. Это у тебя вопросы с собственной правдой. Вот поэтому давай этими своими стоптыми ножками в суд и подавай. Давай тогда решим эту информацию в суде. Значит ты уж не потеряй лицо перед своей аудиторией, приезжай достойно отстаивать свою позицию в суде. Ну и напоследок в погоне за подписчиками и деньгами, выдуманной небылицей про других, всегда помни, что мы ни разу не ловили хайп на твоих многочисленных замужествах, уроках, макияжах, гаданиях на Таро и тому подобное. Милая моя, ловить на мне хайп. А какой хайп вы можете поймать на мне, на моих замужествах, на моих макияжах, на моих гаданиях, на картах Таро? Я здесь вестник новостей, ни больше, ни меньше. Я ни разу не публичная фигура, моя жизнь не интересна и контекст моей личной жизни не интересен. И хайп, даже если бы вы хотели какой-то поймать, у вас это не получится, потому что я не интересен. Я просто посредник между пташками и своей аудиторией. После 7-6 лет ежедневных сплетен и новостей, дорогие мои, на этом канале я выучил один простой урок. Когда рыло в пуху, начинается оправдание, начинаются угрозы, начинается грозить мы тебя сейчас достанем с помощью адвоката, с помощью там еще. Приезжай к нам в Россию. Да зачем мне в Россию ехать? Ваша страна это официальный мировой изгой, где прав нету. И меня, экстремистов по вашему законодательству, посадят уже только за то, что у меня два уголовных дела в Российской Федерации. Хотите поржать, моя дорогая комьюнити, как у меня в том зазеркале, какие у меня статьи. Дискредитация войск Российской Федерации. То есть Антоша дискредитирует не сами войска, а Антоша их дискредитирует. А второе это распространение фейков про великую и могучую Российскую Федерацию. Ваша страна дно, дорогая моя. И ты живешь на плаву до тех пор, пока ты подлизываешь Путину. И ты это все отлично знаешь. Ты живешь и барахтаешься в том болоте только на основании того, что свою гражданскую позицию ты в жизни никогда не озвучивал и не озвучишь. Потому что тебе за это в твоем болоте будет серьезная тюрьма. А насчет давайте подадим в суд, ну подавай в суд, мне для этого приезжать в Россию не надо. Ну давай, расскажи, как твой мужик не имел никакого отношения к медицине. Давай расскажи, как твой мужик не имел никакого отношения к стволам и клеткам. Если ты сможешь это доказать, ты думаешь, я ни разу не извинялся на своем канале? Я всегда извинялся. Если мы говорим какую-то информацию, которая не оказывается правдой, хотя я не обязан извиняться, потому что это сплетни, они не подразумевают никаких фактов. В своем случае я принесу извинения. Докажи, плакальщица, как я наврал про твоего мужика и какое у него было отношение к медицине, когда дело касалось с воловыми клетками. Знаете, вот это вот такая гопота. А давай на слабо, а давай вот встретимся на парковке. Мне с тобой встречаться незачем. Свою информацию я сказал, твое дело опровергать через суд, с помощью документальных доказательств, а просто сидеть в инстаграмчике, строчить. А что, Оль, реально зашли под кожу? А что, Оль, реально накопали то, что нельзя было накапывать? Позорники. Знаете, позорники. Это говорит Орлова, чья работа последние 8 лет, да, как нету Жанны Фриске, это ходить по шоу с ее папашей под ручку. И на этом имени, на этих костях устраивать пляски. Здесь подвалил новый инфоповод, Настя Заворотнюк, да? Сейчас самое время пойти, как она сказала, я теперь уже профессор в этом деле. Оля Орлова, поющие трусы. У нас, кажется, профессор по онкологии головного мозга. Голову полечи. Оль, вот отдушите, говорю, потому что ты невменяемый, и слова, которые ты несешь из своего рта, они неадекватные. Профессор. Она сказала, это прямая цитата, на данный момент я уже профессор, когда дело касается лиобластомы головного мозга. Позор. Настоящее позорище. Вы знаете, вот когда мы говорили про Нюшу, и про ее то, что дети сами выбирают родители, вот эту вот философию, в которую она искренне верит. У меня такой совет всем певицам и певцам. Пойте. Вот просто пойте. Не занимайтесь разглагольствованием, не занимайтесь вот этим вот публичной вербализацией своих безумных мыслей, потому что как только вы начинаете этим заниматься, открывается ящик Пандоры, и все видят вашу поверхность. И все видят вашу поверхностность. Правильно слово? Извините, я не из России. Могу ошибиться. Все видят их глупость, все видят их недалекость, но хайп, он такое дело, да? На его канале нет ни слова правды. А когда мы соврали? Дорогие мои спорники, которые регулярно смотрят в течение шести лет, когда мы соврали? Чего мы соврали-то? Такое себе, знаете, отвращение. Просто читаешь и просто вот выворачиваешь. Никакого уважения, никакого респекта, никакого даже внимания. Вот просто вот вникнуть, да? Но засуетилась, но начала строчить сториз. Трава, блин. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Кстати, дорогие мои сплетники, как сказала замечательная Ольга Орлова, у меня есть замечательный Таро канал, где мы с моей мамой гадаем на публичных личностей, таких как Оля Орлова. Вот, например, последнее видео было на развод Алсу, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Шикарное у нас там видео, каждую субботу, и в эту субботу будет шикарно. Прошу прощения, задержали мы с прогнозом, но он на днях обязательно выйдет. Ну и, конечно, напоминаю, что у меня есть мой влоговый канал. Влоги выходят каждую пятницу. Две пятницы назад уходил вот этот влогик, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. В этой пятницу будет влог. Гарантированно. Уф, посмотрел я сейчас, знаете, Милыш Бикович, вот фотографии Милыша Биковича в бочке, в реке, да, плывет. Милыш Бикович сыграет роль Александра Меншикова в большом историческом проекте студии Михалкова о рождении империи. Черт возьми. Когда только-только, помните, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти, посмотреть, мы говорили про то, что Биковича взяли просто в культовой. Сразу стал легендарным сериал «Белый лотос». Как его потом отменили, да, и как он обратно в любимую Русь, где играют по всем правилам. А ты сидишь и думаешь, вот смотришь на этого клоуна в бочке и думаешь, боже мой, ну только представьте, вы только представьте себя с внешностью Биковича. Действительно фотогеничный мужик. Действительно неплохой актер, мы про это ничего не говорим, но который сделал неправильные ставки в этой жизни, и сейчас он вместо того, чтобы быть в Голливуде, а такой толчок, ох, серьезный толчок был бы, что помните второй «Белый лотос», там каждый актер не тупо раду сейчас рекламирует, в каких-то A-классах проектах снимается, то есть толчок дан был всем. Я вам скажу, это, у мамы Стифлера, ей реанимация ее карьеры произошла в принципе. То есть вы понимаете, значимость этого сериала в карьере любого актера. Но нет, он изначально поставил не на ту лошадь, и вот теперь плывет в бочке, да? Рождение империи, упрости господи, без огона и позорников сия российского шоу-убийца, Никиты Михалкова снимается, да? Ауч, чувствуется физическая боль, когда ты видишь этого чудика в бочке. Вы знаете, сплетня, сплетня, и она меня немножечко удивила. Помните, вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, буквально на днях я говорил про Евелину Блёданс, и я тогда говорил историю, что как бы сильно она мне не нравилась, как бы сильно она мне была пренеприятна, ситуация с её солнечным пацаном, она всегда вызывала у меня уважение. Всегда присылает мне пташка. Антоша, мой спутник во время каждой дороги домой с работы. Привет, моя милая, спасибо, что смотришь. Смотрю твой выпуск, где ты упоминаешь про Блёданс её особенного пацана. Хочу сказать тебе, что она далеко не бескорыстно это делает. Мне пишет пташка. Тема острая. Это проплаченный проект по продвижению особенных детей. Ну, я не знаю, или вот как-то, да? Когда выяснилось, что необычный ребёнок, врачи в клинике мать и дитя отговаривали её от родов, но пришли нужные люди и за определённое вознаграждение предложили ей вести проект такого солнечного ребёнка. Тётка продалась. Анонимно. И дальше она говорит, моя подруга была в команде медработников, которые вели её беременность. Чёрт возьми. Скажем так, моя чёткая позиция по этой сплетне. Не верю. Не потому, что я не верю, а потому, что если это правда, это дно. Потому, что если это правда, это прям трэш. Живёшь в мире, где категорически вот колешься о людей, о людскую жестокость, о людскую предприимчивость, о людское бесчеловечие. Ну, правда, ребят. И на данный момент, чем дальше влез, тем больше у тебя разочарований по жизни в принципе. В случае с Блёданс, как она рвёт тельняшку за своего сына везде. Прям серьёзно. Она всегда этим вызывает у меня уважение. Сказав всё это, первопричина, почему она пошла на это, Ташка несёт вот это вот. Это, понимаете, я таким сплетнем, вот таким вот сплетнем, у меня доверия больше, потому что эта тема проскользнула у нас в контексте сына лсу, и она не была громкой, и она не была такой, знаете, вот инфоповод. Просто мимо проходящая сплетня, которую развили в своём директе. То есть, вы понимаете, это не тот человек, на котором сейчас можно сделать миллион просмотров или что-то настолько горячее, что прям все сейчас о них говорят. Во мне сплетни не верю, но озвучить решился, потому что я искренне надеюсь, что Блёданс не такая. Пишут мои редактора в моём телеграм-канале. Привет, хотели поделиться таким горячим эксклюзивом, которого ещё нигде нет, и вылезти только в понедельник-вторник. Появилась информация о нарастающих проблемах семьи Дмитрия Нагиева. А в частности, рука закона коснулась его сына, Кирилла Нагиева и его жёнушки. По подтверждённой информации, пишет наша Пташка, у нас все документы в телеграме. Документы здесь никогда не публикуем, поэтому можете зайти ко мне в телегу, там все документы, все скрины есть. Против сына телеведущего возбуждено дело за действие по дискредитации вооружённых сил Российской Федерации, которая грозит уголовной ответственностью. Причиной стала слитая частная переписка и запись разговора Кирилла Нагиева с осуждением СВО войны в Украине. И вот, пожалуйста, да, разрешить у ФСБ России по Питеру и Ленинградской области проведения в отношении Нагиева Кирилла Дмитриевича оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права гражданина на тайну телефонных переговоров, тайну переписки, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической или почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. То есть, что мы делаем, вывод какой из этих документов? Обыски будут в жилье, и я так понимаю, вот эти цифровые носители, они тоже перейдут в руки следователя. Его жена же, она вот Украина с любовью, вот его жена Джулия Санрайз, я всем сердцем обнимаю вас, сочувствую и сопереживаю, не могу найти слов, чтобы выразить свою вам поддержку, не могу себе даже представить, как вам сейчас страшно. Это пишет жена его. И вот дальше цитата из также моего паблика. Ситуация взята на особый контроль центром по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Питеру и Ленинградской области по директиве из Москвы. Исходя из материалов дела, отпуску Нагиева-старшего грозит статус инагента возможный реальный срок. В дополнение скажут, что Нагиев-старший давно покинул Россию. Неправда. Большую часть времени проживает Дубай из-за своей политической позиции. А жена Кирилла, Юлия Мельникова, строит здесь бизнес на деньги мужа, а у него тоже понятно откуда деньги от зятька. При этом постит в поддержку Украины во вложение. Вот ими и заинтересовались. Знаете, ребята, Нагиев вообще очень сложная фигура. Вот не так давно, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Мы говорили про то, как он землю жрал в кабинете Путина, извиняясь за то, что наговорил слишком много в одном из интервью. Это правда. А теперь мне так сказать, нет, такого быть не могло, откуда у тебя эта информация? А вот теперь про сына Дмитрия Нагиева, да? Знаете, что самое ужасное? Просто представьте себе объем глубины этого безумия, когда частные переписки могут вести к присвоению статуса иностранного агента и, возможно, уголовного срока с последующим тюремным заключением. Сейчас, значит, изымут у него компьютер, телефон, имейл, но, видимо, есть что, да? Видимо, уже эта информация имеется на руках, если слили эту переписку в следственные органы. Только представьте себе, да? Мне говорят, нет, в России такого быть это были какие-то частные случаи, продоносы, да? Только представьте себе, кто-то, значит, общался с Кириллом, Кириллом, да, Нагиев, и потом эту всю информацию суетливо и деловито побежал сливать в органы МВД. Человек говорит, написано же здесь, да, ну, прямым текстом написано, что Нагиев осуждение своего. За осуждение войны. Хотят ли русские войны? Да? Помните эту песню? Каждый, прошедший вторую мировую, ветеран, 9 мая, да, это празднуется все, день победы со слезами на глазах, поднимал рюмку. И ТОС был один. Без исключения. Они плакали, эти старики, и поднимали рюмки, водки, и говорили, лишь бы не было войны. Это был ТОС, который неотъемлем, неотделим от ветеранов Второй мировой. А в 24-м году в России, если вы осуждаете СВО, СВО не существует, идет война, вы становитесь врагом государства, статусом иностранного агента, возможным, потенциальным уголовным делом, и потенциальным, возможным, заключением в тюрьму. На какой момент это все пошло в тартарары, я не знаю. Я не знаю, я честно не знаю, дорогие мои. Но этот сюр, это безумие, в голове он просто не укладывается. Такер, Канье, гости с Ближнего Востока, гуляющие по столице. Москва привлекает внимание даже в такое непростое время. Лучший город на планете. Так написала Настя Ивлеева. Как же полюбила Ивлеева Россию после своей вечеринки. Как же полюбила Настя Ивлеева свою родину после всего этого. Где те самые поджигания с зажигалкой газов? Где те самые любовь к Баленсиаге и западной поп-культуре? Где те самые королевские кобры? Я с Настей Ивлеева, а знаете, что говорят? У нее сейчас будет повторный этот самый монастырь. Второй сезон монастыря будет. Она будет там сниматься. Такой сюр. Вот без шуток, ребят, сюр. А хотите, знаете, что я вам сейчас скажу? Вот смотрите, толпа народа. Просто толпища народа. Это люди в Москве хотели посмотреть на Канни Уэст. Они столпились около гостиницы, где он жил. И, ну, я не знаю, увидели они его или нет, но Канни Уэст уже улетел из Москвы. О том, что он находился в Москве 30 июня на дне рождения Рубчинского, об этом написали абсолютно все СМИ. Его, значит, писали же, да? Яна Рудковская писала. О, боже мой, я вам говорила, и вот она сбудется. Сейчас Канни Уэст соберет этот самый 80-тысячный стадион и даст концерт. Конечно, никакой концерт Канни Уэст не дал. Улетел он, и ты смотришь на этих людей. Вы знаете, интересная история есть. В советское время, тогда это было в новостях, я, не знаю, с 78-го года, и я помню эту новость с того времени, ребят. Тогда иностранцы приезжали, и английского было мало у кого, ну, реально, было очень мало у кого знаний английского языка, и они тогда раздавали или что-то обменивали, значки, что-то там, какое-то ругательство в отношении СССР было, да? А эти глупыши советские носили эти значки на груди, а потому что иностранные, а потому что импортные, да? И вот в этих 80-х годах иностранное импортное это было прям желанное, да? Ну, просто трэш. Люди готовы были маму продать за пару джинс из Польши. Это чистый факт. И люди без знаний английского языка носили эти антисоветские значки и были очень горды, потому что что-то иностранное, что-то иностранное написано. О, боже мой, это суперкруто, да? Сейчас Kanye West возможно выступит в Москве с 6 сентября. Новость, они прямо везде база об этом написали, да? концерт Kanye West в Москве запланирован на 6 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал База. Как заявили в телеграм-канале, Kanye West «Гоша Рубчинска». А, значит, в сентябре у него было, да? Сейчас есть два варианта для проведения концерта. Лужники и «Динамо». Это ВТБ-арена. Небольшая вам здесь цитата песнопения Kanye West его альбома «Волчерс». Я буду переводить. Можете прогуглить слова, и это чистая правда. Значит, отрывок из песни Kanye West из его альбома «Волчерс». Она хочет, чтобы я насыпал на ее жду. Она русская, и я разорву эту пи***ю за Украину. Я без шуток, ребят. Вы можете посмотреть лирику из его текстов, да? И можете послушать, что Kanye West поет в своем последнем альбоме «Волчерс». Для меня этот сюр, он немножко как из советского времени, да? «Канни Уэст, Лужники, ВТБ-арена», да? А что, он выйдет с этой песни? «Канни Уэст» написал эту песню, эта песня реально есть в его альбоме, да? Он раздирает пи***ю русской женщины за Украину. Давайте, собирайтесь, сгоняйтесь толпами, да? Наверное, более русофобского давным-давно ничего не слышал, да? Но ВТБ-арена, может, соберет, и 80 тысяч будет улюлюкать и локтями танцевать под эти самые сломался. Позор, просто позор, настоящий позорище, милые мои. Ну и, конечно, да, ссылочка из-за «Нева Тудей». «Канни Уэст обречен жить в тени шамана, концерт в Лужниках не будет». Исполнитель хита «Runway» рэпер «Канни Уэст», видимо, обречен на жить в тени российских супервезов, без грандиозных концертов в Лужниках, как у шамана. «Нева Тудей», что вы там потребляете? Вот реально поделитесь, мне очень хочется посмотреть. Знаете, вот такая вот советская пропаганда в ее самом безобразном и поганом виде, какая только в принципе может быть. Но забавно, забавно было почитать новостную подборку о «Канни Уэст» в вашем издании. А, какой сегодня пропаганный выпуск. Что-то, знаете, на эмоциях так все прям тошнехонько-тошнехонько от всего. Знаете, так редко говорю про кого-то в своих сплетнях, кого искренне уважаю. Есть люди с какими-то своими проколами, которые, они упали, и мы их похихикали немножко, прокомментировали. Человек дальше идет, и мы молчим, мы, может быть, не знаю, в тихом обожании, а может быть, нет. В последнее время что-то пропускаешь через себя такое огромное негативное количество информации, что просто тошнит. Вот просто реально тошнит, дорогие мои, от Оли Орловой, от Блёданс, дай бог, если про Блёданс это неправда. Про вот это все, да, и вот ты видишь, в какую заподню схлопывается Российская Федерация, и оттуда идет только негатив и только лицемерие. А в случае с сыном Нагиева, да, вы удивитесь, сколько патриотов сейчас рвущих тельняшки публично за СВО, за войну в Украине, поддерживающих кремлевских вот этих вот упырей. На самом деле, сколько из них против этого всего. Но, знаете, у меня здесь хорошее такое замечание, когда ты вот искренне, вот просто искренне веришь, я могу понять, вот искренних людей, которые за войну, за Путина, есть такие, есть такие, среди публичных людей есть такие, они вот действительно топят за, да, вот они действительно, вот к ним вопросов, наверное, таких нету, потому что вера, патриотизм, такой, знаете, из возвращенной формы, к ним вопросов нету. А самое ужасное другое, когда условный Басков публично поддерживает войну в Украине, ну, может быть, сейчас не так громко, но тем не менее, он играет в эту игру, а в тиши своей гостиной, да, он ненавидит все, что он делает, все это он делает, потому что деньги. Вот к таким спроса с них в два раза больше. И чувство брезгливости, когда ты смотришь на Настю Ивлееву, которая тельняшку на своей жухой груди рвет, а для Насти Ивлеевой вот то, что происходит, это настолько неорганично, насколько это вообще в принципе может быть. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно, потому что ваше мнение, поставьте лайк, дорогие мои, каждый божий день самого острого, самое горячее здесь для вас, для вашего обсуждения, для вашего развлечения. Вступайте в ряды сплетников, поверьте мне, нас смотрят абсолютно все, особенно те, кого мы здесь обсуждаем, поэтому вступайте в наше уникальнейшее, уникальнее нашего проекта, в русскоязычном блогинге на этой планете, просто нет. Вступайте в ряды сплетников, у нас здесь неимоверно интересно. Прошу вас, если вы живете в свободном мире, в Америке или Европе, ребят, когда YouTube проигрывает рекламу на этом канале, пожалуйста, пускай YouTube проиграет рекламу, не скипайте, не пропускайте рекламный блог, не потратив ни копейки, а просто там, не знаю, 40-50 секунд вашего времени, вы очень поможете папочке сплетников, которые даже на каникулах продолжают радовать вас ежедневными с выпусками сплетников, новостей. Вы можете порадовать меня, помочь мне, не потратив ни копейки. Благодарим за донаты, кидать на чат, с бустерами, вы всегда получаете видео поздравления специально для вас записаны, а по среднему рождения с годовщины просто привет Антона С. Наш форум благодарит за ваши щедрые донаты. Спасибо всем, ребят, я вас всех очень-очень обожаю. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok